Приветствую вас, друзья, вы на YouTube-канале «Всё для клёва». Сегодня у нас День Святого Николая, и, кстати говоря, я всех поздравляю с этим прекрасным, светлым праздником. Будьте здоровы и счастливы. И хочу поблагодарить сразу же всех людей, которые поучаствовали в нашем мероприятии, в благотворительной акции «Помощь детям-инвалидам», «Помощь детям-сиротам», «Старикам». Мы сегодня собрали, на сегодняшний день, Дима Скажетуев, 23,280. Дима, приветствую. Приветствую, друзья. Тоже хочу вас поблагодарить. Вы все супер. Блин, прям... Мы собрали на 11 тысяч больше, чем в прошлом году. Даже с учетом инфляции мы просто крутые. Да. Вот, чтобы вы понимали, цифра 35,479, но надо учесть отсюда минус 12 тысяч 200 гривен. Это деньги субботников, которые лежат на карте. Поэтому вот сумма мы отняли. Получилось 23,280 гривен. 23 тысячи 280 гривен. Вот. И сейчас на эту сумму мы попытаемся максимально обрадовать максимальное количество людей. Значит, по плану сегодняшнего мероприятия мы должны приехать в село Троицкое. Там мы договорились с директором, что у них там 18 человек, поэтому немного. Мы наберем сейчас сладкие подарки для них. И попросили вот такую посуду. Конфет больше, чем... Да, вот это Дима. Как всегда, помогает нам. Как вас зовут Андрей? Андрей, да? Андрей и Анастасия. Да, здравствуйте. Всех с праздничком. Так, ну вот мы взяли... Их там 18. Мы взяли 21 набор. Если вдруг там кто-то приедет к ним, ну, чтобы у них было дополнительные новые наборки. Наборки, конечно, чтобы их там не было. У детей в зиме заброшенных, да? Есть. Все. И сейчас берем, что берем сладкие подарки. Сразу возьмем и на 140 человек. И на 18. Ну да, сразу. И на 18, да? И единственное, что, друзья, попросил директор Красносельского дома-интерната, чтобы 140 подарков были одинаковые. Чтобы дети там не ругались. Вот такой подарок, а другой другой. Понимаете, да? Поэтому, ну, сейчас что-то найдем. И уверен, что у нас что-то получится. Хотели взять вот такие красивые, со Святым Николаем. Но, к сожалению, их всего 120 штук. Поэтому не получается. Поэтому приняли решение. Приняли решение брать вот такие. Их точно хватит. Они тоже красивые. Такие домики с мишками и пингвинами. Ну, такие, значит, такие. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Всем ждем коротких. Хорошо. 20, уже больше. Там, где 18 детей, в Троицкой возьмем именно такие. Красивых, вот, красивых. Со Святым Николаем. Подарки нам обошлись в 12 тысяч 243 гривны 49 копеек. Спасибо большое, Дима. У него есть большая такая, какая-то карта интересная, скидочная, да, Дим? Да. Ну, для особых людей такая особенная скидка. Да, я вспомнил. Ну, хорошо, что с нами есть особенные люди. Спасибо, всего хорошего. Так, ну вот, у нас осталось, получается, 11 тысяч 36 гривен 50 копеек. Так? Да. Из них 2 тысячи на елке? 2 тысячи елки. Да. И оставшиеся 9 тысяч с копеечкой мы потратим на дом престарелых. Да. Поехали. Это будет на... Это джинсы, да? Да. Под 5 пар? Под 5 пар в одной, да. Посчитайте от Троицка. Ну, это больше как подростковые, я так понимаю. Если там маленькие детки. Давайте 2 упаковки в Троицком мы ставим. А остальное туда? Да. Да, правильно. Давайте пару упаковок в Троицком и остальное в детский дом в Красоселку. Красоселку. Хорошо, а тут еще вопрос в размерах. Да, да, да. У меня лично. Чего, Андрей Павлович? Кстати, да, может быть, есть смысл подобрать размеры. И в Троицком отставить размеры те, которые надо. Ну, смотри, тут они... Эти, короче, да? Они на девочку, на мальчика. Да, 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 да. Отлично. Ну, кстати, кого благодарим за джинсы? Аленку. Алене. Алена, тебе большое спасибо за помощь для детей. Деткам передадим все, обязательно. Спасибо. Ну, сейчас не милка там вручать. Так, ну все. Мы положили, значит, сюда все, что касается Троицкого. Туда все, что касается Красоселки. Надо было, конечно, освободить багажник от рыбацких принадлежностей, но как есть. Тоже в Троицком. Это что? Это соломка. Дети любят это. Добрый день, спасибо рыбакам, всем людям, которые небезразличны к детской судьбе, которые помогают, делают радость деткам, делают праздник. Огромное вам спасибо, с праздником вас, здоровья, благополучия, достатка, всего-всего. Спасибо, спасибо большое. А, может, мы их раздадим, можно раздать? Да, я же сказала, можете раздать. А, давай раздадим. Это что, нам? Это вам от нас, да. Ух ты. Спасибо. Спасибо, спасибо большое. У вас будет один на двоих. Так. Когда туда шли с подарками, не гавкал? Да. Вот такой вот детский приют в селе Троицком. В Троицком детском доме нельзя снимать лица детей. В принципе, это правильно. Но скажу, когда мы раздавали подарки, это было очень трогательно. Там были и совсем маленькие дети, и там старше, разных возрастов. Ребята, спасибо вам за то оказанное доверие лично мне. Что мы вот так взяли и собрались, и сделали доброе дело. Так, ну что, мы уже в Красноселке, уже разгружаем 140 подарков. Коробки, коробки легкие, да? Коробки легкие, да, не думайте, что это будет. Лимончики. В процессе организации об этом не думаешь, но вот когда заканчивается это мероприятие, такое смешанное чувство, знаешь, с одной стороны, ты понимаешь, ну, мы все это сделали, и с другой стороны, какое-то такое опустошение, что ли, знаешь, вот, нет, серьезно, я как-то к этому очень. Анастасия, что вы скажете? Не плакать хочется, что я могу сказать? Мне очень жалко этих деток. Спасибо, ребята, что вы всем, кто участвовал, скидывали денежку, ну, оно того стоит. Они никому не нужны, ну, как никому, нам нужны хоть и части, но без боли, конечно, без слез не глянешь. А сейчас на систему окружаю. Добрый день, ребята, вам спасибо за детские подарки к Дню Святого Николая. Дети очень ждут этих подарков, вас помнят. Желаю вам всем крепкого здоровья, добра, мира, благополучия в Новом году и удачи во всем. Будьте здоровы и счастливы. До свидания. Всего хорошего вам, спасибо. Так, друзья, мы в лесничестве. Вот такие вот елочки тут растут, сосенки. Тут, наверное, грибов немерено. Виктор Аркадьевич, тут грибы есть? Да, да. Есть, да? И что, люди ходят, собирают? Да. Супер, слушайте, так можно сюда приезжать, собирать? Ну, где-то очень долго была сухая, потом уже аж под декабрь месяц мы поняли. Да? Были, да. Так, давайте выходим. Сюда? Да. Благое дело, люди собрали деньги для детских домов. Да, для детских домов и для... И для госпиталя? Да. Да. Для елок, для госпиталя. Ну, скажем, очень такое хорошее дело. Я буду всегда как бы поддерживать. Спасибо. И те деньги, которые пойдут в лесхоз, пойдут на развитие, опять будет высажена плантация новогодней сосны. Ну, сутки просим. В следующем году? В следующем году, да. В следующем году, да. Хорошо, договорились. А то, знаете, почему продаются елки у нас в городе? 500-600 гривен. Да. Да. То есть, они, получается, по сути, берут по 200 и по 600. Ну, нормальный. Так, двухметровые, да, смотрим? Ищем варианты двухметровых елок. Димон, какая тебе больше нравится, такую и показывает. О, да, классно. Супер, да, 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 вот это классно. С шишками. Ребята, вы забирайте, может быть, мы сейчас будем... Да. А, и бирки. Давай вот это. Откуда? Само унизу? Да. Да. Димончик, забирай вот эту. О, у нас все. Как положено. Да, да, конечно. Ты когда после раз был в лесном питомнике, скажи мне? Я? Браво. Дышим свежим воздухом. Таким насыщенным, правильно? Да, с основным. Ах, красота. Свежак. Снега не хватает. Раньше были какие-то пластиковые такие штучки, древние? Ну, можно пластиковые заказывать, можно такие. Ага, главное, чтобы был стрих-код и... Ребята, Одесский лесхоз желает вам скорейшего выздоровления, счастья, ну, чтобы у вас все получалось и... Мирного неба на половую. Да, всем нам. Спасибо большое за елочке. С наступающим Новым годом. Спасибо. Большое спасибо за елочку. Военный госпиталь очень будет вам благодарен. Пусть ваш следующий год будет самым богатым, самым здоровым. Пусть вам тягеночек принесет только счастье. Спасибо большое за подарок. Ага, спасибо вам. У нас главный рыбак вот есть. Я знаю, я в курсе. Он рыбу не ест, но он ее уловит. Я в курсе, что он смотрит. Он рыбу не ест, но он уловит. Мы очень благодарны от всего коллектива инфекционного отделения, то есть клиники инфекционного заболевания, что от рыбаков все для клюва, что нам подарили такую красуню, чтобы мы отцвяткували Новый год в святковом настроении. Дуже спасибо. Всех рыбаков поздравляю со святым Николаем, с наступающим Новым годом и Рождеством. Прежде всего, будьте здоровы. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо вам огромные рыбаки за вашу красивую, живую, настоящую елочку. Спасибо. Самое главное, будьте здоровы. Большое огромное спасибо от клиники, ботологии, гастроэнтерологии. Все, спасибо. Выражаем огромную благодарность рыбакам все для клюва за оказанную нам помощь в праздновании Нового года. Спасибо огромное, очень приятно. Мы очень благодарны рыбакам все для клюва. За то, что нам привезли такую красавицу елочку. С Новым годом мы их поздравляем и спасибо, что нас помнят. Все, всего хорошего. Спасибо большое, ребята. Самое главное вам на следующий год трофейной рыбы. Спасибо за елку. Спасибо большое. Всего хорошего. Спасибо большое. Все. Организации все для клюва. Вам рыбаки здоровья. Ко мне без нужды не попадать. Но если вдруг надо, всегда не рад, но постараюсь помочь. Вы хоть скажите, какое отделение, а то они же не знают. Неврологическое отделение. Все, добро. Держите елочку. Спасибо. С наступающим Новым годом. Всего самого хорошего. Спасибо. Спасибо большое за елку. С наступающим Новым годом. Спасибо. Спасибо большое за елку. С наступающим Новым годом. Спасибо большое. Спасибо. Продолжаем наше видео ровно через неделю, потому как не успели все сразу сделать в один день, поэтому сегодня мы оказываем помощь старикам в доме престарелых на поселке Котовского. Вот набрали вот таких вот подгузников L-ки, M-ки, X-L-ки. И еще пеленки. Это L-ки и подгузники. А вот, вот такие вот пеленочки. 60 на 90. Цены вот они. Получается, это вот эти, да? X-L-ка 449,90. Это получается L-ка 358,90. Потом M-ки 314,90. И пеленочки. И пеленки вот эти, да? Вот она цена пеленок. Общая сумма получилась чуть больше той суммы, которая у нас оставалась, но я думаю, что мы тут... Не страшно, справимся. Справимся, да, Дима? Нам помогают сегодня еще Вера и Евгений. Спасибо вам большое за то, что откликнулись. И, ну что, поехали на кассу. Погнали. А? Да, я за руль. Давай. Получилась цена всего того, что мы купили 9069 гривен. Это даже немножко даже перекрыло ту сумму, которую мы с вами собрали. Ну, в принципе, задачи справились. И это прекрасно. Главное, Дима, что у нас? Открытость, честность, прозрачность, всего то, что мы делаем. Я сейчас листаю историю и смотрю, какая цифра у нас была изначально. Ну, 9,51, по-моему, если не ошибаюсь. Нет, меньше. Меньше? Да. Ну, короче, все равно эта сумма прикрывает. Так что все, мы с задачей справились. Да, отлично все. Привезли памперсы, пеленки, спасибо огромное. Документы во вторник дадим. Добро договорились, все. Спасибо. Все. Ну, пусть... А что за общество Рыбаковы? Все для клевого. Откуда? Один. Да, друзья, вот такой вот дом престарелых. Вот даже бабушка сидит, дышит свежим воздухом. Администрация. Въезд сюда закрытый. Но нам разрешили сюда заехать, чтобы оставить эти пеленки и памперсы. Друзья, ну вот так заканчивается наша благотворительность в 2021 году. Начали мы ее на день святого Николая, заканчиваем на католическое родество. Ну, начинали, конечно, раньше, дней за 10, да, для того, чтобы собрать деньги. Но хочу сказать, что за эти три года, что мы уже этим занимаемся, этот раз, ну, больше всех, больше 20 тысяч гривен мы собрали, поэтому я бесконечно благодарен каждому из вас, кто каким-либо образом участвовал в этом мероприятии. Огромнейшее, огромнейшее, огромнейшее всем вам спасибо. Я очень горд, я очень рад, что вокруг себя клево, собираются вот такие добрые, милосердные люди, которые беспокоятся о природе, могут организовать благотворительность и ловят, не нарушая правила рыбалки. Друзья, для меня это дорогого стоит, что вот таким вот сообществом можно реально строить нормальное цивилизованное государство. Спасибо вам за то, что вы с нами. На этом мы не заканчиваем. Впереди 22-й год, впереди новые рыбалки, новые выезды на рыбалку, совместные, впереди новые субботники, пожертвования будем собирать на благотворительность, то есть впереди очень-очень много работает, поэтому рассказывайте о нашей организации, чтобы в нашей организации было как можно больше людей. Я уже уверен, что нужно создать общественную организацию, все для клева, и будем двигаться в таком вот ключе в этом направлении. Всем удачи, всего хорошего, в этом сайте рыбалки, пока. Спасибо вам, что вы с нами.